Филиппок 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 Вышел мужик, отогнал собак и сказал «Куда ты, постреленок, один бежишь?» Филиппок ничего не сказал, подобрал полы и пустился бежать во весь дух. Прибежал он к школе. На крыльце никого нет, а в школе слышно гудят голоса ребят. На Филиппка нашел страх. Что, как учитель меня прогонит? И стал думать, что ему делать. Назад идти, опять собака заезд. В школу идти, учителя боится. Филиппок шла мимо школы баба с ведром и говорит «Все учатся, а ты что тут стоишь?» Филиппок и пошел в школу. В сенцах снял шапку и отворил дверь. Школа вся была полна ребят. Все кричали «Свое!» и учитель в красном шарфе ходил посередине. «Ты кто?» — закричал он на Филипка. Филиппок ухватился за шапку и ничего не говорил. «Да ты кто?» — Филиппок молчал. «Или ты не мой?» Филиппок так напугался, что говорить не мог. «Ну так иди домой, коли говорить не хочешь». А Филиппок рад бы сказать. Да в горле у него от страха пересохло. Он посмотрел на учителя и заплакал. Тогда учителю жалко его стало. Он погладил его по голове и спросил у ребят, кто этот мальчик. «Это Филиппок, Костюшкин брат. Он давно просится в школу, да мать не пускает его, и он украдкой пришел в школу». «Ну, садись на лавку возле брата, а я твою мать попрошу, чтобы пускала тебя в школу». Учитель стал показывать Филиппку буквы, а Филиппок их уже знал и немного читать умел. «Ну-ка, сложи свое имя». Филиппок сказал. «Хве-и-и-хве-и-ли-и-ли-пе-ок-пок». Все засмеялись. «Молодец», — сказал учитель. «Кто же тебя учил читать?» Филиппок осмелился и сказал. «Костюшка, я бедовый, я сразу все понял. Я страсть какой ловкий». Учитель засмеялся и сказал. «Ты погоди хвалиться, а поучись». С тех пор Филиппок стал ходить с ребятами в школу. «Неури». «Я бы отдыхала»